Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что смотрите, что наблюдаете за событиями и пытаетесь проанализировать. Да, и в моменте, и в перспективе. Андрей Золотарьев, известный украинский политтехнолог, со мной на связи. Андрей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Начнем, пожалуй, с, ну, такого, программного, что ли. Ну, понятно, да, у нас есть события, связанные с ИЛОМ-76. Многие неделю назад, ну, примерно думали, что это положит конец любым обменам. Нет, обмены продолжились, и там 207 человек вернулись, там, гражданские, 195 на 195 военных. Зеленский записал видеообращение. Безусловный плюс. Но параллельно с этим, вот прям параллельно, там, Путин встречался со своими, как бы, доверенными лицами и сделал два принципиальных заявления, которые я хотел бы обсудить. Ну, во-первых, понятно, да, ракета Патриот, и Россия теперь требует международного расследования. Интересно. И второй момент, в общем, Россия будет идти, так сказать, до тех пор, отодвигая вооруженные силы Украины, чтобы ничего не долетало. Уже там есть, как бы, телеграм-каналы, которые карты там прорисовали, сколько это, да, чтобы дрон не долетал еще. Ну, и получается так вот, ну, в общем, достаточно существенный кусок будет идти вперед. Как проанализировать и оценить происходящее сейчас, что нас ждет ввиду этих заявлений, потому что они кажутся, ну, такими, ну, уже такими основополагающими в прогнозировании и в том, что будет дальше? Давайте по порядку. Ну, первое. История ИУ-76. Я думаю, всю правду мы узнаем не скоро, точнее, очень не скоро. И факт остается фактом. Очевидно, за кулисами идет какая-то коммуникация, идут какие-то переговоры. Собственно, понятно, что это далеко не топ-лица, но явно люди, у которых есть, как говорится, карден ланж на осуществление таких вещей, ну, и то, что обмены не застополились, как это многие прогнозировали, что вот после этого всего обменов больше не будут, обмены с органами, нет, обмены продолжаются. Но это говорит о том, что, как говорится, вскрыть всю правду о том, что произошло в ИСИЛ-76, очевидно, не заинтересована ни одна, ни другая сторона. А это значит, в таких случаях правду узнают спустя иногда годы, а то и десятилетия. То и просто не, ну, как говорится, все остается покрыто завесой тайны. Понятно другое. То, что Россия будет упирать на то, что ИСИЛ-76 был сбит с помощью Патриот, даже если это не так, буду говорить о том, что Патриот прилетел, и вот, вопреки обещаниям стран НАТО, о том, что не будет поставляться то оружие, которое они поставляют, оно не будет применяться на территории России, Украина таки применяет. Ну, и вот дальше выходит на другое, на так называемую демилитаризованную зону. Знаете, ну, это такое, как презерватив, растяжимое понятие. Демилитаризованная зона, она может быть, там, до Днепра, вот, от Донбасса до Днепра, там, включают юг, Одесскую, Николаевскую область, Харьковскую область. То есть, это очень растяжимое понятие. Понятно другое, потому что это риторика во время выборов. Ну, и, собственно, с повестки дня никто не снимал то, что российская пропаганда активно качает тему о том, что дожать Украину до капитуляции. Вот-вот, еще чуть-чуть, и посыпятся костяшки домино, одна за другой, фронт рухнет, и мы продиктуем условия капитуляции Украины. А там, вот, соседи дорогие, там, Румыния, Венгрия, там, Польша, забирайте то, что у вас когда-то отняли. Ну, это то, что качает российская пропаганда. Учитывая то, что какого бы ни был авторитарный режим в Кремле, он, все-таки, референтен по отношению к вот этому Z-большинству, обывательскому большинству, которое, ну, вот эти идеи воспринимает. И, соответственно, вот, просто так взять, переможить штурвал, как говорится, полный назад, ну, уж точно не сможет. Во всяком случае, не сможет точно до президентских выборов. Вот после президентских выборов посмотрим, и ближайшие месяцы после них. Многое будет зависеть от того, сумеет ли удержать ситуацию ВСУ. Поскольку давление, вот это давление, которое мы видим на разных участках фронта, это не генеральное наступление, ну, а явно вот это расчет на то, что где-то такие, да и удастся проломить. И вот тогда, как говорится, вот эти шашечки домино посыпятся. Пока вот ничего иного, кроме как поломать стратегию врага, ну, у генштаба ВСУ, иных вариантов, по-моему, сейчас не остается. Да, многие там упрекают то, что нет плана действий. Да, по сути, это проистекает из интервью, которое давал замуженный экономист. Но, как говорится, видимо, ресурсы таковы, мобилизационные, военно-технические ресурсы, ресурсы боеприпасов, которые не позволяют рассчитывать на большее. Ну, Ланд сегодня в Киеве. Ресурсов будет больше? Ну, Ланд не про ресурсы, ну, Ланд это политехнолог. Совершенно иного уровня, нежели там ваш покорный слуга. То есть, человек, который один из немногих в администрации Байдена, который глубоко погружен в украинские реалии. И не только украинские, она еще в советское время там стажировалась на советском судне, пила водку с экипажем, научили, кажется, девушку дурному. То есть, Ланд это о другом. Ну, Ланд, скорее всего, она попытается выступить модератором возникшего конфликта, который уже никто и не скрывает. И, собственно, не только это касается замужного. Я думаю, что нас ждет череда громких отставок в ближайшее время. И, собственно, очевидно, вот этому, как говорится, первая это ситуация вокруг Лавкома. Будет принято какое-то решение. И я думаю, оно закончится, по моему мнению, таки отставкой замужного. Кто бы что ни говорил, но это ненормальная ситуация, когда между политическим и военным руководством возникает ситуация такого вакуума. Отсутствие взаимодействия. Тем более в условиях войны. И, ну, как правило, это следует отставка в военную. Ну, и в Соединенных Штатах, например, возьмите того же Дулна Самокартура, который так начал поигрывать в политику. Тут же был убран со сцены, невзирая на заслуги, на, как говорится, сопутствующие ему мифологемы американского героя, который вернулся и освободил Филиппины, победил японцев, помогу стоять в Корейской войне. Тем не менее он был убран. Как говорится, без всяких сантиментов. Иные варианты. Иные варианты называются военным переворотом. Уж то, что, но... Это, если, как говорится, американцам это меньше всего надо. В год выборов, как говорится, получить еще один такой жупел, которым водить по губам и по носу республиканцы. Но это совсем не то, что им требуется. Поэтому, очевидно, будут искать какие-то, возможно, компромиссные варианты. Возможно, отставка будет отсрочена какое-то время. Но, зная такие психологические особенности нашего президента, уж если он закусит, то дела. Неважно, то, что ему, как говорится, легитимно до марта, или, как некоторые считают, до мая, он таки будет дожимать свою. Кто? Ну, сегодня пошла другая волна о том, что, дескать, Сырский отказался и Буданов не хочет. Но, учитывая то, что этот, по сути, та же клиентела, которая разгоняла, ну, там буквально через 15 минут после того, как залуженный вышел с банка, уже начался, как говорится, разгон. Ну, то есть, рука профессионалов видна. То есть, соответственно, к этому надо относиться критично. Ну, в конце концов, не только у нас генералов много. Генералов много, в том числе и с опытом. Возможно, да, были планы такие на Сырского, но, как бы там ни было, пока вопрос отложен, но не снят. И вопрос отставки, многим приходится сегодня говорить, как бы там ни было, это вопрос времени. Скорее всего, ближайшего. Андрей Владимирович, вы так бросили мячик по поводу военного переворота. А это, как бы, сценарий с ненулевой вероятностью ввиду сложившейся ситуации? Не с нулевой, но вы же понимаете, что у нас любой, как говорится, любой такой движ, неакцептированный посольством или госдепом Соединенных Штатов Америки, поэтому либо Майдан, либо переворот будет по определению контрафактным. То есть, бунт обречен на неудачу, противно в случае он называется иначе. Поэтому бунт, может быть, да, допускаю. Вероятность того, что играть в такую смену власти по латиноамериканскому сценарию в условиях, ну, как правило, это происходило не в условиях, когда одна из сильнейших армий мира стоит там в 200 километрах от Киева, и непонятная ситуация на линии фронта. Очень противоречивая, дай бог, чтобы все удержалось, но играть в политическую нестабильность. И даже, ну, это право президента снять Лавкома. Но, с другой стороны, военные должны прекрасно понимать, что выгодополучателям вводит Кремль в этой ситуации. Тут далеко в лес ходить не надо. И уроки истории. Чем закончились конфликты, петлюры с военными для ОНР? Мы все прекрасно помним. Чем закончилось выяснение отношений, как говорится, прав на булаву после Хмельницкого? Чем закончилось? Руиной закончилось, как мы знаем из учебников истории. Вот дай бог, чтобы мы в очередной раз не побежали по граблям. Но, к сожалению, история учит тому, что она ничему не мучит. И вероятность того, что события могут повернуться в таком ракурсе, она не нулевая. Совсем не нулевая. Понятно другое то, что замужный он не идеален. Ведь у нас, как всегда, это такое дежавю с 90-ми годами. Напоминает мне, как отставку Марчука, которого Кучма сместил за формирование собственного политического имиджа. Но, поскольку Леонид Данилович тот период таких хитрых слов не знал, скорее всего, это была идея Дмитрия Табачника. Но, так или иначе, премьера убрали за это. Причем на тот момент, и потом история с Виктором, жил на своей волне. Как бы больших политических амбиций не проявлял. А тут его подхватили под белые рученьки. Треба Виктору Андреевичу, треба, держава потребуя. И дальше мы тоже прекрасно помним победу нашей Украины на выборах. Потом победу с третьего тура на президентских. Но и самое главное, что тогда на рубеже нулевых сформировалась вот эта мифологема сверхуспешного премьера. И те же инженеры человеческих душ из нашей, как говорится, медийной его клотусовки, приложили немало усилий тому, чтобы вот эта мифологема возникла. Хотя к реальному Виктору Андреевичу Ющенко она имела весьма, ой, как отдаленное отношение. И нечто схожее происходит и сейчас с замужным. Есть реальный Валерий Замужный, есть мифологема, которая крепкими руками профессионалов пестуется, раздувается. Ведь, ну, по большому счету, вот даже в вопросе, скандальном вопросе о мобилизации, где ее как докную кошку кидают, уходя от ответственности и президента, и ловком, ведь никто не задумывается в том, что военные как раз-то выступают за самые жесткие формы. Мобилизации. И замужные не исключение. Поскольку, он говорит, не надо пятьсотыч личного состава. А вот как, каким образом, ну, это пусть политическое руководство решает. Никто не задается вопросом о среде командиров бригад, которые, скажем так, попадаются, мягко говоря, разные люди. Есть, да, успешные, которые пользуются авторитетным личным составом. Но есть, откровенно говоря, мясники, которые, ну, собственно, как 70 лет тому назад Красная Армия готовы, как говорится, затыкать человеческим мясом дыры в управлении войсками. Это что же есть? И ставить этих людей на должность. Понятно, армия резко раздувалась до миллиона, но кто-то же этих людей подбирал, кто-то людей ставил на должности. И в другой вопрос, тут же, несмотря на то, что иногда, как говорится, видимо, у той же безумной фейспаум, но абсолютно справедливый вопрос, почему одни бригады на передке стачиваются до нуля, до потери, утраты боеспособности, а другие, и два года практически без ротации, а другие пребывают в тому все это время. Очень много таких справедливых вопросов, в том числе и для Лавкому. Что это там за подачи, там, у 17 миллионов снарядов. Ну, ведь у Лавкома должны быть советники, которые должны подсказать о том, что военно-промышленный комплекс Соединенных Штатовых запасов, НАТО плюс их потенциальные союзники просто физически не располагают таким объемом. То есть, как говорится, бери по максимуму, ну, это вот выглядит немного, напоминает такую отмазку, ну, вот почему у меня не получилось, мне не дали там 17 миллионов снарядов. А дали бы 17 миллионов, вот все было бы зашибись. Ну, это издержки роста. К сожалению, вот и Бутусов абсолютно справедливо писал по потенциального сменщика Буданова. Ну, так говорится, дерзкий диверсант, способный на такие, на радикальные операции. Ну, это же не компенсирует отсутствие опыта руководства войсками, отсутствие специального образования. Академию Генштаба для чего заканчивает? В том, чтобы уметь вводить войска в бой. А этого нет. Слишком такой, ну, и залужные тоже, не исключение, слишком стремительно вертикально взлетали после 14-го года. Многие фигу. Но, как говорится, практика это неинтересует. То есть, кто как и был изначен. Поэтому... Смотрите, я просто... Почему мы вот сразу отметаем сценарий, что приехала Нуланд, ну и как бы не привезла печенек для этого, в кавычках, военного переворота? Ну, смотрите, вся инфраструктура как бы на месте. Там птенцы Петра Алексеевича как бы рвут и мечут, бьют копытом. И по большому-то счету, если там приехать, опять-таки, ревизоры, аж трое Соединенных Штатов Америки в Украине сейчас, в принципе, как бы, ну, вполне себе поддержать условного залужного. Петр Алексеевич со своей инфраструктурой, уже старый знакомый. Ну, и как бы попытаться, ну, если не поменять, то повлиять, причем так достаточно серьезно, на уходящую по срокам, исключительно легитимным срокам, власть. Я думаю, влиять будут, но не будут шатать вот в этой ситуации. Поскольку дестабилизировать, то есть, привести к той ситуации, когда легитимность может оказаться под вопросом, ну, учитывая политические баталии за океаном, это, меньше всего, надо команде демократов. Поскольку и так, республиканцы им бросают то, что и там, и там авторитарный режим, и в Кремле, и, как говорится, и в Киеве, и там, и там есть коррупция. То есть, а кому мы помогаем, спрашивается. Добавить еще и, как говорится, подвесить вопрос легитимности власти, ну, и это тут же будет брошено демократам в лицо. Им меньше всего это надо. Возможно, как раз, я допускаю, что надо снять вопросы по коррупции, и, может быть, кому-то дать и по рукам. Это может быть посредством приезда ревизоров. Поскольку, еще раз, я не разу говорю о том, что любая коррупционная история, она бросает тень на две стороны. На того, кто дает, как говорится, и того, кто потом этими деньгами распоряжается. Поэтому, учитывая то, что то рвение, с которым республиканцы копают и под Хантера Байдена, и, в целом, под семью, ну, я думаю, что американцы как раз будут заинтересованы в том, чтобы купировать вот эти все риски. Но, мне кажется, прежде всего будет, стоит ждать кадровых решений, ближайшие, не на следующий день после отъезда, но в ближайшее время, в феврале, мы это все увидим. Невзирая на то, что и действительно на Банковой Владимиру Александровичу осталось, его каденция подходит к своему логическому завершению. Для американцев, еще раз подчеркиваю, вопрос легитимности власти в Украине, которую они оказывали, может быть, недостаточную, но и немаленькую помощь, для них это вопрос принципиальный. Поскольку это не только республиканцы, это тут же может отразиться на отношениях с партнерами по НАТО. Ведь, еще раз, мы не забыли истории с Будапештом, с обвинениями Украины в том, что Украина не придерживается европейских норм в законе об образовании, о языках. В Румынии, Союз Румын проснулся. Зачем американцам? Они люди очень, может быть, циничные, но они не лишены здравого смысла. Ну, смотрите, я не хочу как бы в эту дискуссию дальше входить, это, как говорится, как это, тонкая граль Уголовного кодекса. Но я не об этом. Я вот именно о политтехнологии. Ведь, смотрите, вот есть абсолютно понятные причины элит, ну, раскола элит, военное, военно-политическое руководство. Есть расколы внутри, ну, понятно, там, групп определенных влияния, там, кто-то за заложного, кто-то против, кто-то видит. Вот, ну, сейчас вообще какая-то интересная ситуация. Многие такие, ну, как вы, говорят, ну, уберут, ну, может, там, чуть-чуть попозже, но точно уберут. Все, заложный, как бы, как бы нежилец на этой должности имеется в виду, что все. Некоторые усугубляют, говорят, нужно аккуратно ходить, оглядываться, усилить охрану, мало ли что, не ездить там, где ракеты летают, ну, и так далее. Ну, да, не двигаться на вертолетах, это тоже фактично. Но тут, понимаете, в чем дело, если, если вот, я же тоже могу, как бы, ну, вот здесь цеплять вот эту версию. Если это так, если это так, то у нас сейчас нет главкома. Вот сейчас нет главкома. Ну, естественно, я же об этом сказал, что возникла ситуация вакуума. В ситуации вакуума между политическим и военным руководством, априори, в условиях войны, она является ненормальной, это парализованной, подобно парализованному человеку. Естественно, это подвешивает и законы мобилизации. Вот, не удивлюсь, если с ним тоже так будет негладко, потому что никто не хочет на себя брать ответственность за откровенно... И второй вариант, откровенно говоря, беспредельный во многих отношениях. Явно, вот, но ничто не помешает замужному, как говорится, во-первых, Зеленский почему? Наверняка он не хотел ставить подпись своим указом, убирать, потому что это вешало весь негатив на него. Обрати внимание, как Зеленский съехал с темой мобилизации в интервью последний, буквально там два дня назад. Ну, это ТЦК, это при чем? Я здесь ни при чем, как говорится. Я не я. То есть, явно, опять же, прекрасно понимая, что давно превратилась в продажную девку политтехнологов, ну, преимущественно с улицы Банковой, вот, прекрасно понимая, что у президента растет антирейтинг. И, как говорится, поверьте моей интуиции, этот антирейтинг у него выше, чем у замужного. И замужный останется на должности лобкома, не останется, является наиболее сильной, как говорится, альтернативой у Львы Александровича. Не Петр Алексеевич, у которого негатив, то есть, да, он ждал, что спустя время накопившийся слой грязи сам отвалится, ни этого не произошло. То есть, да, есть фан-клуб, там, 7-8% в Верховную Раду Евросолидарность зайдет. Но о президентских амбициях, ну, Петру Алексеевичу остается ждать, подгонят ли ему снова бульдозер. А вот замужный с его низким антирейтингом, ведь на выборах президента выбирают не того, кто лучше во втором туре, а того, кто является меньшим взмотом. Но это если выбирают. Да, если выбирают. Ну, все равно выборы спустя какое-то время состоятся. Другое дело то, что и в Верховной Раде, которые, по идее, как говорится, должны будут перейти в бразды управления государства, только оснастятся в вожжи с Банковой, там все посыпется. Там все посыпется. И не исключено, что вместо Стефанчука в кресло-спике чудесным образом, вот вы говорите о печеньях, в самом случае эти печенья простимулируют, что окажется, ну, куда более такая компромиссная фигура Разумкова. Ну, за которой будут маячить тот же Петр Алексеевич, наши остатки олигархического кооператива, и все недовольные Зелеными и Зеленскими. Камбэк Разумкова – это, конечно, очень интересный ход. Ну, осенью это выглядело как абсолютно фантасмагорический вариант. Сейчас смотрю, что так он рассматривался последним из возможных. Сейчас смотрю, что, ну, как говорится, коллеги через день поднимают тему. Но я продолжу все-таки по линиям раскола. По ним же бьют откровенные представители, ну, давайте так, власти. Ну, вот смотрите, абсолютно с, ну, там, ну, это должность, да, 118-я бригада ТРО, там, командир, который выходит, и давай рассказывать о том, что вообще с военными никто не считается, на этих блокпостах нужно простреливать колени, если человек отходит, отказывается выходить из машины. Если на нем не, не, как говорится, он был не при должности, не в украинской форме, вы подумали, что это работает российский пропагандист. Именно потому, поскольку, вот у нас же как считают, что, ну, у нас СБУ хлопает ватников таких откровенных, те, которые пишут там ВКонтакте, в Одноклассниках, там, логификация агресская и так далее. А настоящий, вот, агент, он должен, наоборот, рвать на груди вышиванку или, там, украинские пиксели, вы это рассказываете о таких вещах, потому что ноги надо проследить. Лучше, вот, деморализатора, то есть, чтобы у людей отпало всякое желание иметь дело в ЗСУ, и они, там, по подвалам будут скрываться, просто на улице не будут появляться. Ну, вот, после таких заявлений, я думаю, что, вот, этому комбрину ему в Кремле вполне могли бы поаплодировать. Ну, а главкому, как раз, вот, таких мясников надо снимать с должности, потому что я представляю, как он относится к отличному составу. Вот, там был еще бы Эксай Даровец, который говорит о том, что порвем, не дай бог, если уклонисты сгруппируются, мы их порвем, железо, там, силу... Ну, вот, такое ощущение, что люди просто прокачивают гражданский конфликт, вот, в этой ситуации. Вот, кем надо заниматься? Вот, такими турбопатриотами, после которых, к сожалению, вот, возникает у меня такое ощущение риска руины, потому что, как говорится, самое ужасное будет после войны. Но Эксай Даровец не просто, как бы, пытается, речь идет о диком, да, который говорит о том, что уклонисты — это крысы, и даже несмотря на то, что там в противоправный способ, да, то есть вне норм права, но, тем не менее, ветераны их порвут. Вот, возникает определенный, ну, какой-то здравый вопрос. А чего вы тут, ну, а что вы делаете в тылу? Вот. Так, что ты делаешь? Ну, Александр, обрати внимание, что как раз громче всех, как говорится, самые вот такие отмороженные турбопатриоты, они не на нуле. Это просто, понимаете, это вот как в семейных отношениях, да, вот, когда, ну, муж бьет жену, да, ну, абьюз такой, да, идет. Да. То есть, вот он, этот муж, он не может дать по зубам, там, какому-нибудь наглому соседу, да? Он, да, отрывается на тех, кто не может дать, как говорится, в физиономии. Ну, это, естественно, это... Ну, я просто не хочу углубляться в эту тему, мы же прекрасно знаем, что некоторые, некоторых коллег вроде Джангирова до сих пор, как говорится, не можем понять, где они оказались в итоге. Вот. Но ни к чему хорошему вот такой, такие турбопатриоты, раскалывающие страну, ни к чему хорошему природе привести не могут. И это для страны, ну, и для тех, кто все-таки мы с категориями, сохранение государства, ну, вот, ну, вот кому надо зашить рот в этой ситуации. Потому что людям, которые откровенно работают на раскол общества, на деление, там, уклонисты, неуклонисты. Ну, для того, чтобы не было уклонистов, все-таки надо было как-то вести иную политику. Ну, поскольку два года назад военкоматы стояли в очереди. Это мы все прекрасно помним. Вот. Было достаточно желающих, почему кое-кому посмотреть в зеркало и, как говорится, понять, кто является частью проблемы. Именно та политика, которая проводилась все это время, желание сохранить систему, то есть, как говорится, и пользоваться его плодами, ничего не менять кардинально. Ну, вот, прямо к такому финалу. И понятно то, что даже если вы наберете 300-400 тысяч, качество, допустим, этой, в основном, потери несет пехота, качество этой пехоты уже никогда не будет на уровне, там, середины 2022 года. Потому что, во-первых, низкомотивированные люди, ну, как правило, это будет головная боль ротных, комбатов, поскольку чаще и чаще доходит информация, что люди просто пятисотятся. Ну, я хочу обратить внимание по поводу ТЦК. Мы сейчас перейдем к законопроекту о мобилизации, его перспективах и, скажем так, драконовских нормах. Но я хочу с вами обсудить, как бабка пошептала. Во Львове объявили, что теперь будут боди-камеры у представителей ТЦК. Мы видим уже несколько видео из Одессы, и там, да, действительно эмоционально, но все очень культурно. То есть, такое ощущение, что прям, ну, вот такие, в лучших традициях, то есть, да, вот там, настоятельно просят пройти, проверяют там какие-то данные. То есть, за ноги уже не тянут. Ну, вот конкретно в последнее время. Киевские представители ТЦК говорят, ну, извините, мы не можем там никого упаковывать. Мы вот полицию вызываем, протоколы составляем, если отказываются. Ну, вот такие моменты. Все вот как-то вот начинает обретать определенные формы абсолютно другого принуждения. Ну, смотрите, ну, есть, нет. В Киеве как раз и беспредела и раньше не было. В том же Днепре как-то на фоне Талькова и Одессы он выглядит весьма культурно. То есть, это все зависит, безусловно, от местного начальства. И, ну, вот эти все боди-камеры, стремление, но это все равно, что лечить онкологию аналогином. То есть, оно же не снимает проблемы того, что в нашем обществе, ну, в том, которую, как говорится, мы имеем по факту. Ну, ничего другого, кроме как отбросив приличие, то, что у нас там демократия, там, свобода нашей религии. Все это будет скомканно и отброшено в сторону. И все, и набирать, и вряд ли план будет выполнен, но то, сколько наберут, будут довольно жесткими и беспредельными методами. Другое дело, опять же, если бы эти методы касались всех, всех, вот, говорится, сверху до низу, в том числе и детишек, общество бы это понимало и принимало, потому что, ну, когда видят, что кому-то, как говорится, позволено более, то, ну, как говорится, что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Вот, тогда, собственно, быки начинают, как говорится, выражать свое возмущение и прятаться в этой ситуации. Поэтому, я думаю, что такий закон будет принят. От беспредельной мобилизации мы не уйдем. Вот, по-другому у нас просто быть не может. Вот, либо, ну, как говорится, все это обернется, как говорится, проблемами у военных. Ну, опять же, вопрос к тем, кто затыкал людьми вот эти пролихи на фронте, бросая там необученных треошников на ноль с легким вооружением, без бронетехники. Ну, примеров там, кто там не подумал, там было полгода под бахмутом залить все бетоном и выставить минные поляну. Ну, почему-то, как говорится, вырыли канавы с помощью, как говорится, лопат и элементарные такие блиндажи, ничего отдаленно не напоминающего линии Суровикина. То есть, время-то было. Ну, тратили благополучно деньги, там, осваивали на плитке, на озеленении, вместо того, чтобы зарываться в землю, бетонироваться по полной программе. Поэтому, естественно, у людей пропала всякая мотивация. Ну, за что гибнут? Возникает вопрос. Гибнут за то, чтобы кто-то жрал от пуза, как говорится, и упаковал там своих детишек там на три поколения вперед. Ну, люди этого не хотят. Поэтому, как говорится, в этой системе координат у нас все плохо. И, да, вот вспомнили вот этого комбрига 118-й бригады. Ну, маленький концлагерь всегда проиграет концлагерь большому. Хотя бы по причине того, что у большого концлагеря ресурсная база на порядок больше в этой ситуации. А, по крайней мере, то, что нас всегда отличало в лучшую сторону, конечно, какая-то большая степень свободы. Ну, это все у нас потихонечку-потихонечку это все было выедено. Ну, и если в России можно там сесть за фейки, у тебя конфискуют имущество там за пару постов в социальной сети, вот судят там 72 года пенсионерку, у нас точно так же можно загреметь. Планица план никто не отменял. Ну, и удивительно похожие нормы законодательства про мобилизацию. Сейчас очень популярно подалека, да, так цитируют. Ну, естественно, ну, ляпнул там по поводу электронных повесток в России, что теперь, ну, попал, получается, в положение хуже губернаторского. Ну, иногда надо сначала думать и, как говорится, смотреть хотя бы на несколько шагов вперед. Вот. Ну, это на длинными планами, длинной перспективой наши власть-предержащие, по-моему, не живут. Законопроект пройдет? Со скрипом, я думаю, что он будет, но пройдет, деваться-то некуда. И да, там, естественно, как говорится, свободы граждан пообрежут и сделают так, что если ты там не зарегистрируешься в течение 60 дней в электронном кабинете, то ты априори уже виновен в нарушении закона. Вот. А повестка уже, ну, как бы, вот этот момент личного вручения, естественно, выпадает. То есть, ну, и плюс карательные меры, вот, меры обеспечения, ну, вот, как говорится, свобода нашей религии, как что называется. То есть, поэтому законопроект не сильно отличается от предыдущего. Да, там целый ряд таких более-менее адекватных правок внесен, ну, по сути, он такой же карательный. Андрей Владимирович, так и за границей уже не скрыться, если так брать нормы? Нет, ну, за границей люди просто, как говорится, тем, кому 15-16 лет, они будут правду или неправду нейтрализовываться. Это не большая проблема для тех, кто там закончил школу, там, иное отношение. Вот. И, естественно, ну, будут искать варианты и те страны, где проще там натурализоваться. И, то есть, просто очень много у нас, еще раз подчеркиваю, и те, кто там делит на правильных-неправильных, и те, кто принимает такого рода законы, они все делают то, что для, ну, украинцев было даже там не 52, не 42, даже не 32 миллиона, а так где-то плюс-минус 20 миллионов, то есть, чтобы, кажется, освобождалась земля. То есть, можно и меньше людей сожалело там украинского гражданства. Очень многие, да, и те, кто в Польше, они, ну, находят варианты. Есть те страны, где, там, допустим, в Черногории, там, сложно, ну, это специфика Черногории, там, сложно получить гражданство. Ну, и в те европейские страны где-то вполне реально там за 5-7 лет натурализоваться. То есть, поэтому, как говорится, у нас то, что нас ждет, я думаю, что кончится война когда-нибудь, откроют границы, и на низком старте будут еще 5-7 миллионов, как минимум. Вот. То есть, такая, не знаю, примут ли, не примут Украину в ЕС, в НАТО, а вот индивидуальная евроинтеграция, она будет идти полным ходом. Ну, так просто паспорт не дадут, и консульские услуги не окажут, и вот эти ребята, которым 15-16, да, там, они в 14 паспорт получили, ну, там, тоже с документами будут проблемы, все, теперь через ТЦК? Будут создавать проблемы, да, но, знаете, как, вытащить, ну, хорошо, там, встанет он на военную очередь, ну, а что его заставит, там, говорится, сесть на автобус и приехать в Украину, если он не хочет слушать? Ну, нет, это тупиковый путь. То есть, не меняя систему, еще раз подчеркиваю, вот условия страны, как говорится, где, как говорится, у тебя нет никаких прав, то есть, ты ничто, то есть, у тебя нет никаких перспектив в этой стране, ну, ничто не заставит, как говорится, возвращаться из более-не менее стабильной Европы сюда, и, как говорится, становиться в строй, ничего не получится, не меняя систему, это палеотив, вот, закон о мобилизации, да, это надо будет пережить, да, это будет в этом году очень болезненно, это будет вызывание, но это, как говорится, особого богатства выбора у нас нет, или ужас без конца, или ужасный конец. Ну, так этот закон о мобилизации продлевает, ужасный конец. Да, 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 ну, естественно, ну, тут, как говорится, тут двух мнений быть не может. То есть, он решает частную проблему, но системные проблемы, они никуда не исчезают, они остаются. И они будут напоминать, ну, да, но наберут, допустим, там, 300-400 тысяч, как говорится, ничего еще не решают. Этих людей надо одеть, накормить, обуть, поставить на денежное удовольствие, вооружить, обучить. А у нас 40 миллиардов дыра в бюджете. Не обеспечено еще пока ничем. Да, там, могут дать, могут подбросить, проголосуют, возможно, в Брюсселе такие за 50 миллиардов, но это же на несколько лет. А дыра сейчас, в данный момент, и пока курс гривны держится, благодаря нашим спекулянтам на АВГЗ, поскольку им выгоден стабильный курс гривны, то есть, тем, что наш Нацбанк играет. То есть, ну, как бы там ни было, но у нас, понятно, непопулярно хвалится российский Центробанк, но Набиуллина, как банкир, повелась себя куда как более ответственно, нежели пышно. Но у нас и играют с финансовыми спекулянтами. А это вопрос времени, когда в реалии заставят печатать гривну и, как говорится, это мы увидим по курсу в обменниках. Это будет дополнительный налог на, и без того бедных украинцев. Андрей Владимирович, вы даете жене в долг? Ну, как говорится, тумбочка есть. А пышный дает? Нет, ну, это вот эти мансы последнего времени связаны. Ну, это, видимо, на советах, там же, на ПК они древнят. Вот, с тем, что они же должны покрыться, возникает все равно разрыв между образом жизни крупного буржуа и, ну, доходами, там, скажем так, средние руки. Ну, никто, поверьте, никто из наших топов на зарплату не шипит. Ну, по крайней мере, из тех, кто там обитает, вот, в Новых Петровцах, в Конча-Заспе, ну, там же, понятно. Даже если у тебя, там, 10 тысяч домов оклад члено-наблюдательного совета, но построить дом, там, за пару лямов баксов, ну, на эти деньги нереально. Ну, у нас все это имеет такой формальный характер. Ну, и, соответственно, шпышному нам надо как-то вот этот баланс доходов с расходами продемонстрировать. Скорее всего, это вот вызвано именно этим, потому что там жене дал в долг. Ну, как говорится, им виднее. Ну, у них такие семейные отношения. Я бы не брал, например, на месте жены. Пускай отдувается сам, как говорится. Ну, если, скажем так, подытожить, друзья, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите, что думаете. Все-таки есть ли у нас перспектива выхода на переговорный трек? Ну, смотрите, мы, во-первых, узнали, что Объединенные Арабские Эмираты, как ни крути, оказывается очень интересный и действенный посредник. Мы начинали с вами с обмена, и как бы украинская сторона молчит, молчит, а российская... Да, она принимающая сторона, она дает переговорную площадку, она создает условия, чтобы там, как говорится, ничьи уши там не торчали, чтобы не было утечек. Ну, спасибо за это, но они идут, эти переговоры. Но в данный момент, по крайней мере, в ближайшие несколько месяцев, ведь многие там обещали, что будет Стамбул-2 и так далее, но я пока не вижу... Нет, ну Путин едет к Эрдогану в феврале, для того, чтобы поговорить о мире. Да. Это вбрасывается, вот тот же Ставридис, ну, фигура уважаемая, 40 лет службы вооруженных сил, первый раз военный моряк, адмирал, командовал объединенными силами НАТО в Европе, ну, уважаемая фигура. Но он уже 10 лет не играет, Ставридис. И он может озвучивать такие вещи, которые реально озвучивал Киссинджер, там, ну, как говорится, да, потеряете территорию, но вот конфетка вас примут в НАТО. Ну, как быстро принимают НАТО, мы видим на примере Швеции. Да, решение было принято еще два года тому назад, по сути, а вот только сейчас задавили Эрдогана. Там классическая разводка, вот, были же наложены санкции на Турк за покупку С-400. Вот, их выбросили из программы F-35. Вот, турки обиделись. И, естественно, вот, там, в вопросе членства Финляндии и Швеции, естественно, проявили такой норов, там, зажгли красный свет. Ну, Финляндии доломали, вот, теперь по Швеции. Но, как только они дали добро на это, им же в обмен F-16, правда, последних модификаций, но F-16, все-таки тот самолет, который потихоньку снимает сооружение. А вот грекам, с которыми турки живут, как кошки с собакой, вот, пусть несколько десятков, но F-35 Соединенные Штаты поставят. А за это греки отдадут остатки советской, российской техники, которые попадут, скорее всего, за СУ. В ближайшее время. Вот такие, как так себе, да, так себе обмен, конечно. Финальный вопрос, я бы хотел у вас, как у политтехнолога, как бы впечатление спросить. Что вы думаете про Иванова и Петрова? Они попали в нешуточный скандал, было интервью, они как бы пытались, скажем так, прокомментировать внешний вид девушек, да, и, соответственно, сравнили с Аленой Аленой, рэперкой украинской, ну, такой тяжеловесной рэперкой украинской. И, в общем, смотрите, это абсолютно светская история, там, это Алена Алена, там, спрашивает у подписчиков, подавать или не подавать в суд, видимо, ну, скандал действительно такой, шумно, шумно. Но эти-то, Иванов и Петров, они ж вроде как политикой занимаются. Ну, знаете, эффективность, ну, вы помните по истории еще, когда там Еценюка пытались морковкой накормить еще, там, в 13-м году, вот эту, помните. Ну, есть, ничего же это не поменяло. Да, такой громкий информповод, да, обсуждали, но кардинально это ни на что не влияет. И, собственно, у меня такое ощущение, что сейчас там они кошмарят этих лайфстай-блогеров, пошли, там, знаете, вот сочетание, у меня возникает ощущение, что это сочетание такого политтехнологического рэкета, вот. Потом, возможно, ему вскроется подноготное, там, но в данный момент, знаете, ну, чего не отнять, собственно, у Люмпина, это умение развести экономиссию. То есть, это, как говорится, а вот вопрос эффективности, что это даст и каким приведет результатом, да, ну, это будет иметь резонанс. Тут, как говорится, вот в плане, но эффект, как у минусовщика, я знаю людей, которые без лишнего шума и пыли, имена которых, как говорится, в суе не звучат, но которые там еще, там, ну, нулевые, там, годы работали куда более эффективно и, скажем так, с конкретным результатом. Переворачивали избирательные компании на отдельных округах, ну, о этих людях мало кто знает. Ну, а когда человек работает для собственного publicity, ну, возникает такое ощущение, что когда-то интересы клиента и, там, так, интересы некоторых политтехнологов, они идут по расходящимся направлениям. Поэтому, ну, я думаю, что, как говорится, готовят, прекрасно понимают, что нынешние работодатели, они не вечны, естественно, пытаются сделать себе такое имя великих и ужасных, ну, которые будут, там, востребованы теми, кто придет после них. Ну, то есть, сигнал определенный. То есть, это не просто так. Да, и у меня возникает подозрение о том, что, подозрение, подчеркиваю, это, там, я не утверждаю, но подозрение, что там есть еще и такая-то коммерческая составляющая, ну, вот этом тотальном абьюзе лайфстайблогеров, там, ну, ведь это же не только, там, Исландия, это, там, сетка телеграм-каналов весьма специфического тока, где, ну, можно писать то, что раньше писали на стенах общественных туалетов, там, ну, вот такой стиль. Как говорится, вот, фирменный стиль. Ну, и были такие ситуации, я скажу, там, где фигурировали, там, там, персонажи из этой тусовки, где, ну, просто, там, там, год назад еще рейдерили, а потом, там, те, кто выступал, там, против, писали, ну, взяли кровавые российские гроши, ну, понимаете. Ну, да, схема, схема понятна. Схема известная, то есть, она же, как говорится, в любом случае, там, грабишь, занимаешься коррупцией, одевай вышибанку, это лучший бронежилет в этой ситуации. Ну, кто патриота обидит? Да, это художника обидеть может каждый, а в вышибанке, тут другая история. Да, это революционеры. Да. Андрей Золотарев был моим собеседником сегодня, спасибо вам большое за ваше время и ваши мысли. Спасибо, друзья, за то, что посмотрели это видео, берегите себя и друг друга, увидимся, до скорого.